Меня как-то подписчик спросил, как облагородить внешний вид цинамона, чтобы он был похож на винду. Как я это сделал? Элементарно, блять, товарищ. Но если ты не понимаешь, как это сделать, я тебе, естественно, покажу. В первую очередь, что ты делаешь, это заранее желательно тебе открыть следующие вещи. Хотя можешь в разном порядке сделать, мне лично поебать, как ты это будешь делать в первую очередь. В общем, открываешь темки, да, и заходишь в этот раздел. То есть тыкаем сюда. Затем переходим вот сюда, тебе нужен интернет. И ждем, пока у нас скачается весь кэш. После того, как все уже произошло, подбираем следующие темы. Мы сейчас вводим тему YouTube Blue, потому что она нам пригодится. А также тема Windows 10. Уже сразу же выдала, поэтому мы из них выбираем вот эту. Все, нам этого для скачивания вполне хватает. Что мы делаем дальше? Нажимаем сюда Install and Update Selected Items. У нас устанавливаются наши темы. На это много времени не уходит ни разу. После того, как мы дождались нашей установки, мы закрываем эту шляпу. И после переходим вот сюда. Нам не надо выбирать Windows 10 Lite, потому что это будет совсем не то. Нам нужно выбрать именно это. YouTube Blue. Что мы делаем дальше? Правильно, меняем мышку на AdWrite, которая у нас была по умолчанию. Меняем все наши кнопки на Windows 10 Lite. И видишь, у нас окно в целом меняется. Ярлочки можно заменить на High Contrast, если тебе не нравятся никакие из этих. Но я тебе советую, если ты будешь облагораживать все, лучше через терминал скачай значки Numix. Как это скачивается, посмотришь в YouTube. Я лично этого не делаю. И, естественно, выбираем именно YouTube Blue, нашу черточку верхнюю. Все, пожалуйста, у нас полпути сделано. Дальше что мы делаем? Правильно, заходим сюда и нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем конфигурировать. Когда мы конфигурируем пуск, нам для начала нужно нажать Use Custom Icon. Выбирать собственную иконку. Это мы нажимаем заранее. Убираем этот ебучий текст, потому что мы не настолько тупые, чтобы не знать, что это меню. И что мы делаем? Правильно, мы заходим в интернет. Мы делаем сейчас в интернете две вещи. Пишем Windows 10. SVG. Почему SVG? Потому что этот формат растягивается. И поэтому у тебя заебучих пикселей не будет. Если ты видишь, что у тебя фон стал прозрачным или по кубикам он стал, но в зависимости от того, на каком браузере ты сидишь или операционной системе, значит это то, что мы искали. Мы берем и сохраняем это. Еще полбеды сделано. Остается нам скачать наши обои. Вот эти подойдут. Желательно скачивать обои разрешением выше Full HD, и тогда ты не промахнешься. Потому что четкость это наше все. После этого мы закрываем наш браузер и выбираем для начала нашу иконку. Текст нам никакой не нужен, а в иконке мы выбираем раздел Downloads, куда отправить наши файлы. И выбираем нашу иконочку. Все, готово, у нас иконка появилась. Теперь также мы выбираем, нажимаем на рабочий стол правой кнопкой мышки и выбираем Change Desktop Background. И добавляем еще один раздел Downloads и просто Open. У нас появляется еще один раздел. И тыкаем туда, куда нам надо. Все, у нас все готово. Винда 10, пожалуйста, у тебя есть. Можно же, конечно же, сделать следующим образом. Зайти в настройки, чтобы подогнать наш рабочий стол. Заходим в настройки и выбираем Центрировать. Нет, не Центрировать. Нет, не Мозаика. Да ёб твою мать. Вот это, пожалуй, подойдет. В общем, все. У нас все готово. Лучше выбирать разрешение 4К у самой заставки, ну точнее у обоев. В общем, смотрим, что у нас в итоге получилось. Все квадратненькое. Да, все квадратненькое, как я и показывал. Звук. Пожалуйста. Все у нас облагородилось. И пуск наш выглядит более-менее цивильно и нормально. Файловый менеджер у нас выглядит уже по-цивильнее. В общем, надеюсь, я ответил на твой вопрос. Те, кто не знали, тоже. Я надеюсь, что вам ответил на вопрос. Всем спасибо, кто смотрел. И всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok